Увидел недавно тему на одном форуме, где обсуждали, как автоугонщики спрятали под землей ворованный гелик. И если смотреть и слушать, как авто потом нашли, то все складненько и ладненько получается. Но меня насторожил один маленький нюанс. Если авто нашли, злодеев повязали, то чего в кадре нет полиции и радостного владельца. Решил поискать, и на самом деле все было чуть-чуть совсем не так. В Калужской области проходил фестиваль Архстояние, и это была, так сказать, инсталляция. Эта идея пришла в голову владельцу авто и художнику в одном лице, Валерию Лизунову. Он рассказал, что когда он ехал в автомобиле, а дальше прямая речь, я подумал, что именно в этой машине я чувствую себя уверенно и защищенно. А если ее закопать в землю, то получится настоящий бункер. Вот такой вот ход мыслей и логика. Набросал, конечно, чертежи, ну а что получилось, вы уже видели. Да, замечу, что авто было зарыто полностью, только люк оставили. И вывели наружу выхлопные газы. Но чтобы закопать такой сарай, автор потратил две недели. Конечно же, ему помогали. Да, в Мерседес можно было забраться через тот оставленный люк, послушать музыку, даже завести авто. Но вы поняли, веселье было просто море. И тут я понял, друзья, почему я ничего не понимаю в современном искусстве. Да потому что у меня гелика нет. Так что желаю всем хорошим людям, чтобы вам было чего закопать. Берегите себя и тех, кто вас любит. До новых встреч на канале. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»